Всем привет! Меня зовут Алексей Косарев. Сегодня я хочу с вами поговорить на тему мифов и заблуждений, которые преследуют новичков в тренажерном зале. Они часто приходят к нам из, казалось бы, смешных видов спорта, тоже силовых, например, тяжелая атлетика или пауэрлифтинг, но на самом деле ничего общего с построением тела, то есть с бодибилдингом, они не имеют. Ну, вы, например, можете услышать залец такое, то, что прежде чем заниматься бодибилдингом, вам надо заложить определенную базу в пауэрлифтинге, то есть достичь каких-нибудь адекватных силовых показателей большой тройки упражнений, то есть присед, жим и становое. Но на самом деле, выучивая эту пауэрлифтерскую технику, вы просто на следующем этапе сделаете, скорее всего, наоборот, только сложнее. Во-первых, это более травмоопасно, вы можете заложить себе базу в виде травмированных суставов, тех же локтей и коленей. Ну и во-вторых, вы выучите эту технику, которая направлена, во-первых, на именно поднятие вот этого максимального веса, а не на прокачку мышцы, не на какое-то гармоничное развитие. Вам просто надо будет потом переучиваться, ну, что на самом деле будет сложновато. Есть еще одно смежное заблуждение о том, что для роста мышечной массы необходима работа с максимальными весами в малом количестве повторений. То есть кто-то думает, что повысив свой одноповторный максимум, добавив туда несколько килограммов, это неизбежно повлечет за собой рост мышечной массы. Но на самом деле многие забывают, что мышца редко развивает стопроцентные усилия. Но многие слышали истории о том, как обычные люди просто в каких-то экстремальных ситуациях поднимали какие-то очень тяжелые вещи, скажем там, машины, либо стволы деревьев упавших. Но что вообще лежит в основе этого чуда? На самом деле наша сила ограничена не поперечником нашей мышцы, а именно силой нервного импульса, который нервная система посылает в нашей мышце, ну и крепостью наших связок. Вообще просто наш мозг всегда находит какую-то золотую середину, чтобы мы смогли поднять необходимый нам вес, но при этом не порваться. И можно создать условия, когда импульс будет сильнее, и мы сможем поднять больше вес. В этом случае включится больше мышечных волокон. Но это затронет в большей степени не мышцы, а силу нервного импульса. Именно поэтому такие тренировки не подходят для наращивания мышечной массы. Другое заблуждение говорит о том, что рост мышечной массы наступает только тогда, когда вы достигнете определенных силовых показателей. Ну, это само по себе абсурдно. Возьмем двух людей. У одного бицепс 35 см, у другого 45 см. Первому, естественно, нужен меньший вес для роста. Но стимул к росту у них будет одинаковый. Просто будут использоваться разные веса. Ну и еще одно уточнение, что первому, с меньшей рукой, да с меньшим бицепсом, ему надо будет меньше времени на восстановление, потому что, ну, просто сама мышца меньше и требует меньше ресурсов и времени для восстановления. Соответственно, нагружать ее можно чаще. Есть еще одна очень популярная фраза о том, что мышцы, построенные с большими весами, останутся с вами навсегда. Это, скорее всего, возникло после наблюдения за атлетами, которые тренируются объемно и при этом еще используют какую-то фармакологическую поддержку. У таких атлетов в течение полутора-трех недель примерно отдыха наблюдается сильная потеря в объемах мышц, но при этом незначительная потеря собственного веса. У силовиков это менее выражено, но не потому, что у них такой тип тренинга, который строит настоящие плотные мышцы, а просто потому, что при таком типе тренинга меньше развивается несократительный аппарат, а именно он в первую очередь растренировывается. В принципе, любые мышцы будут уменьшаться при длительном отдыхе и тот и другой тип тренинга они после этого отдыха вспомнят одинаково. При этом как раз вот этот несократительный аппарат, который развивается при объемных тренировках, его восстановить гораздо легче, чем тот же самый сократительный, который развивается при силовых тренировках. Ну и подвести итог этих заблуждений можно фразой «Через силу к массе». На самом деле нам надо эту фразу модифицировать через массу к силе. Именно так будет правильно для нас. Потому что если вы правильно нагружаете мышцу, даете адекватную нагрузку, рост силы будет. Он будет следствием как раз увеличения мышцы в объеме. И если вдруг у вас случится застой, то бездумное накидывание блинов не решение проблемы. Надо пересматривать тип тренинга, а то и другие составляющие системы, будь то питание или восстановление. Кстати, о восстановлении. Как говорят некоторые, болит, значит растет. Но на самом деле постоянная боль после тренировки это ненормально. С тренированностью она должна уходить. И вместо нее должны приходить ощущения хорошей проработки мышцы. Если же после тренировки вы не чувствуете ничего, то значит что-то вы сделали не так. Либо вы не догрузили мышцу, либо вы просто в нее не попадаете, либо у вас просто развилась уже достаточно сильная адаптация к вашему типу тренинга, которым вы сейчас занимаетесь. А вот чрезмерная боль в местах крепления мышц говорит о том, что вы чрезмерно их растягивали на тренировке. И это не является стимулом к росту. Это является стимулом к заживлению сухожилий и мышечной фасции. Кстати, есть противоположная фраза. Если мышца болит, она не растет. На самом деле восстановление это процесс постоянный. И он начинается сразу же после тренировки. Есть мнение, что если мышца еще болит, значит тренировать ее нельзя. Вообще, если мы будем тренироваться на фоне полного восстановления мышцы, то есть через 12-14 дней после предыдущей тренировки, то какая-то часть волокон действительно находится в фазе оптимальной для ее нагрузки, но другая часть уже полностью растренируется. Вообще, есть очень много способов работы с недовосстановленными мышцами. Но в долгосрочной перспективе восстановлению всегда уделяют время. На этом, пожалуй, закончим. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok